Пока все в офисе Попытаемся разобраться вместе со специалистами И давайте посмотрим, что на данный момент у нас происходит Эта история мы объясним, почему важна Мы, естественно, стараемся для людей же, в конце концов А там живут десятки тысяч И живут они там так, что практически термин гетто Живут они там и хорошо А вот когда выйти им охота оттуда Вот эта проблема возникает Итак, что у нас происходит Ну вот, например, Октябрьская железная дорога вместе со Смольным Задумалась над организацией тактового движения Для обслуживания забитыми пробками микрорайона Славянка То есть В Комитете по транспорту пока только начали рассматривать вопрос Об организации движения На участке от Петербурга до Павловска То есть совокупный интервал часы пик Предположительно должен составить от 7 до 10 минут Ну и, соответственно, для обслуживания поездов Запланировали использовать 5 единиц подвижного состава Подвижного, извините Большой вместимости Это нам заявляет первый заместитель Председателя Комитета по транспорту Елена Осенцева На совещании под руководством вице-губернатора Игоря Албина Вот, но Что по факту мы получаем То есть по факту, если будут пущены поезда То место в электричках и так достаточно Пишет нам, например, администратор интернет-сообщества местных жителей Вот И совершенно не волнует никого то, что по 30-40 минут Можно будет утром простоять на переезде Из-за того, что российская железная дорога пускает товарники между электричками и пассажирскими поездами То есть получается, что будет хуже Вот насколько хуже будет, и хотелось бы разобраться Ты бывала в таких микрорайонах? Скажи, пожалуйста Я вот как-то избегаю всех этих вещей Меня сейчас часто пугает возможность оказаться заблокированным Ну вот надо подумать, что у нас Вроде, если брать именно город То у нас сейчас не так-то много, да, таких районов Откуда совсем не выехать Нет, ну нам эти точки на карте укажет наш постоянный эксперт Шеф-эдактор еженедельника недвижимости строительства Петербурга Дмитрий Синочкин Но мы сделаем это в самом конце А пока мы пытаемся связаться с координатом движения Гражданин Пушкин Александром Беляевым Который, как нам он сам рассказывал перед эфиром Знает суть происходящего И даже может прокомментировать те новости, которые у нас есть Правда, пока Александр трубку не берет, а обещал Попробуем еще раз дозвониться Итак, сколько человек у нас живет в этом поселке? Что мы вообще знаем про Славянку? Сейчас посмотрим Так, а я пошел звонить товарищу Товарищу активисту поднял на уши журналистов Поднял на уши чиновников Они ему отвечают И не только ему, но и десяткам тысяч жителей Таких же прекрасных окраин А теперь не хочет трубку брать Ждем, когда Александр нам ответит Александр, если вы нас слышите Давайте, как договорились, поработаем Чуть-чуть Ты знаешь А, ну вот, есть у нас Я так понимаю, что Славянка Хорошо, мы тогда позвоним нашему другому эксперту Сейчас мы расскажем, кто это Почему мы про это рассказываем? Потому что внезапно власти комментируют эту ситуацию Что сказали они, как мы понимаем, минувшую субботу? И не просто комментируют Они конкретно предлагают принять меры И рассматривают вопросы об организации дополнительного движения На участке от Петербурга до Павловска И для обслуживания поездов запланировали Использовать пять единиц подвижного состава То есть пустить еще дополнительно составы по железной дороге Это, конечно, очень хорошо Но вот, кстати, между прочим, с 9 ноября По Славянке курсируют дополнительные автобусы Также власти изменили трассу автобусного маршрута К-294 И перевели его на короткое причо, что называется От Ростовской улицы до станции Царское село Более того, даже цену на проезд На нескольких коммерческих маршрутах снизили Власти отчитываются нам, понимаешь? То есть все происходит, все делают Власти отчитываются, причем власти как действующие, так и не состоявшиеся И сейчас будем пытаться понять, стоит ли по этому поводу переживать У нас на связи представитель торгово-промышленной палаты Пушкинского района Дмитрий Павлов В недавнем прошлом кандидат в депутаты Государственной Думы Добрый день, слышите ли у нас, Дмитрий? Да-да, добрый день Но я в командировке нахожусь, поэтому связь так не очень Но ничего Мы вас слышим Пока вроде работает, поэтому давайте попробуем разобраться Насколько неожиданная реакция, когда вдруг нам Смольный рассказывает Что пустят дополнительные электрички, чтобы решить проблему вот этой горячей точки на карте Речь идет о славянке Вас это удивляет? У вас есть объяснение, почему вдруг сейчас? Как будто проблема родилась только что Дмитрий? Дмитрий? Вот что значит далеко, Дмитрий Попробуем связаться с ним еще раз Действительная связь не очень хорошая Ну вот еще, что я могу сказать по этому поводу Как подсчитали в Комитете по транспорту На развитие улично-дорожной сети микрорайона Необходимо потратить более 6 миллиардов рублей Но и в качестве первой меры Власти начали проектно-изыскательные работы По реконструкции Колпинского шоссе От промышленной улицы до трассы М-10 Ну и к концу 2017 года То есть еще год один нам ждать Этот ремонт намерены завершить Дмитрий, Дмитрий Нормально Вот, еще жители пишут Что маршрутки и автобусы Порой приходится ожидать более получаса Да что вы такое говорите Вот сейчас будем разбираться Действительно полчаса Какой рекорд у вас? Дмитрий Павлов Торгово-промышленная палата Пушинского района У нас на связи Кандидат в депутат Госдумы Не так давно была эта опция у Дмитрия Сейчас вы нас слышите? Скажите, пожалуйста Да, да, слышно Чудесно У вас какой рекорд? Вы в пробках в Славянке сколько стоите обычно? В пробках я стараюсь объезжать Потому что вот этот участок От Пушкина до Московского шоссе Конечно, в час пик Очень сложно проехать И на карте Яндекс.Пробки Можно это тоже смотреть Что он постоянно красный Ну вот не всем, как мы понимаем, удается Кому-то надо сначала хоть на какую-то дорогу выехать Объясните нам, пожалуйста Почему вдруг сейчас этот сюжет возникает? Ведь проблеме не первый месяц Почему вдруг власти обратили на это внимание? Это же хорошо Я думаю, что эта проблема начала так Появляться года 2-3 назад Уже это было видно, что эти пробки Но там густонаселенный район Славянка И люди начали въезжать в свои квартиры И в общем-то столкнулись с тем, что Рабочих мест нету Это жилой массив Там порядка, что-то я не ошибаюсь Около 40 тысяч населения появилось нового А дорог не прибавилось Поэтому вся нагрузка вот на эту дорогу стала На которая Называется между Пушкиным и Московским шоссе Хотя там в последнее время Вот сделали недавно развязку вокруг Московского шоссе Это дало, конечно, плюс Но незначительный Ну а как вы оцениваете инициативу РЖД Что дополнительно пустить электрички? Это решение проблемы? Есть понимание того, как это можно править? Я вам потом подскажу, что нам в Смольном рассказали А электричка-то куда в Славянку-то придет? Я вот что-то не очень понимаю Там ветку, что ли, проведут? Если мы говорим о Славянке Или Ну, они говорят об участке от Петербурга до Павловска А, вот этот вот? Да Не, ну там же, понимаете Там вот если мы говорим о Славянке Вот название Славянка, да? Да Это жилой массив То там им же еще надо до Павловска добраться До Пушкина доехать То есть они же между Колпиным и Пушкиным находятся Им надо как-то тоже добраться до этой электрички Достанции Поэтому тут тоже такая Я думаю, что если электрички-то пустят Но это такое решение, это небольшое Ну вот, собственно, здесь Ну, если уже об этом говорят чиновники Это уже, наверное, положительство Наверное, жители достучались до них И какие-то, наверное, меры пытаются принять Какие могут Дмитрий, так а вот жители-то местные Они как раз говорят, что не нужно этого Потому что на переезде еще больше будут стоять И это будет еще усиливать пробки Говорят, не дай бог Что или... Ну, согласен, да То есть, получается, хотели как лучше Ну, надо... Во-первых, надо... Запланировано, что там проектируется дорога Объездная вокруг Пушкина, да Которая как раз должна, наверное, там... К 17-му году К концу 17-го года Ну, что-то я сомневаюсь Ну, конечно, это просто по факту Нет, я думаю, что позже, наверное Ну, хорошо бы, если была бы к 17-му Вот И, наверное, какие-то надо То ли туннель, то ли виадук сделать Через вот этот вот переезд Тогда это может как-то решить проблему Но вообще надо смотреть это комплексно У нас, кстати говоря Четыре года проводится конференция Которая организовывает Торгово-промышленная палата Пушкинского района И вот в 16-м это был четвертый раз Куда приглашались эксперты И по транспорту, и по строительству К сожалению, немного чиновников посещает И как раз это вот посмотреть на район Цель конференции Посмотреть на район с разных сторон Чтобы не допускать вот таких коллапсов На перспективу, да А потом не бегать, что теперь делать, да И вот, в принципе, следующая конференция Будет в мае В рамках ее создана рабочая группа Которая с специалистами Поэтому я думаю, что тут надо больше Как-то вот взаимодействовать И прогнозировать ситуацию на будущее Надо, конечно Мы поэтому, собственно, пытаемся как-то понять Кого с кем связывать Дмитрий Павлов у нас сейчас пока остается на связи Торгово-промышленная палата Пушкинского района Кандидат, депутат Госдумы Вы же шли на выборы, в том числе и С предложениями, как эту ситуацию решать Ну, конечно Ну, во-первых, одно из предложений Ну, все-таки немножко надо ограничить Вот эту жилищную застройку Которая сейчас активно ведется В Пушкинском районе И все-таки Согласовывая новые жилые кварталы Надо внимательно смотреть на То, как повлияет ситуация Вот с новыми домами На транспортную инфраструктуру Но это на будущее Это все понятно Вроде как с этим все согласны Вопрос в том, что делать Уже построенным Как вот это все разруливать На ваш взгляд, эта история затянется на годы Десятилетия, учитывая, что в этом Процессе появился Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин Или действительно ситуацию можно каким-то образом решить Ну, я не знаю В понятные сроки Более того, его пресс-служба присылает уже Некий алгоритм Как это будет делаться И пишет по пункту Первое, что предлагают чиновники Подключение Северской улицы К транспортной развязке На причине скоростной платной автомобильной дороги И Колпинского шоссе Ну и далее Ряд инфраструктурных вещей Вот ответьте мне на вопрос Вы верите в то, что действительно Они будут разбираться с этим Или они просто реагируют на некую Внезапно возникшую В их сознании внезапно возникшую Острую проблему Слушайте, ну вообще-то Это их работа Создавать нормальные Условия для жизни горожан В принципе они должны реагировать Другой вопрос, что может быть Это было запущено И не очень прощали внимание На транспортную инфраструктуру Ну по-моему Дошли до Того момента Когда уже надо на это смотреть И все-таки Чиновникам надо Как сказать Отрабатывать Скажите, пожалуйста А протестные настроения Вообще-то Насколько сильны Да, на что готовы люди Вы же общаетесь с ними Вы же их видели Слушайте, ну там вот не только Девяткино, Мурино Там тоже очень узкие проезды Понятно будет, что с такой застройкой Не справится транспортная магистраль То есть Возможно ли решение Постфактум этой проблемы Я вот что-то его Не представляю себе Да мне тоже Это надо Я не знаю Во-первых Когда проектируются там Кварталы Ну Красных клиник Нужно оставлять Место для дорог Для тех же Там вот сейчас Тема обсуждается ЛРТ Да, это вот Трамваи Скоростные Ну тоже Для них тоже Резервировать территорию Да, чтобы потом Можно было это проехать Ну я не знаю На сколько сейчас Город занимается этим Вот смотрите В конце нашего разговора Мне кажется Мы нащупали главное Что имеет смысл Всем, кто так или иначе За эту ситуацию переживает Встретиться Пообщаться Вместе Пока мы видим Да, что вы этим занимаетесь На своей территории И поднимаете вопросы Как вы сказали В палате В том числе Мы видим Албина Который возник Мы видим Всевозможных активистов Кстати После нашего с вами разговора У нас будут на связи Представители движения Гражданин Пушкин Можно как-то всем объединиться Готовы ли вы к этому? Да готовы, конечно А как это лучше сделать? Вот дайте советоваться Губернатору Албину Как ему лучше всего Разрубить ситуацию в Славянке Он, конечно, дал кучу поручений Органам исполнительной власти Есть пресс-релиз Да, понятно Нормально Так и должно быть У чиновника исполнительной власти А что касается людей Вам какого диалога С ними не хватает? Ну самое главное Что Не, ну люди-то что Люди должны жить И в комфортных условиях Заниматься своими там Действиями А что ответить? Когда какая-то проблема Люди вынуждены писать И обозначивать эту проблему Поэтому Ну Но вы будете проводником Между людьми и чиновниками Условно говоря В лице Албина, Дмитрий? Ну мы как раз выступаем Вот такими проводниками Потому что Сами живем в Пушкинском районе И в общем-то Сами стоим в пробках И видим эту проблему Поэтому Конечно нужно создавать Действительно рабочие группы Где Приглашать И Активистов И Специалистов По проектированию Транспортных Сетей Я не знаю То есть вот Вот Там вырабатывать Какие-то решения Чтобы На самом деле Органам исполнительной власти Будет легче Понимать А что там Жителям-то надо Не все же живут В этих районах Где возникает проблема Услышали вас, Дмитрий Мы поняли Мы запись этого эфира Отправим просто По тому адресу С которого нам пресс-релиз Пришел Про поручение органам Исполнительной власти Я думаю, что им будет полезно Его почитать Точнее послушать И посмотреть Спасибо большое Мы говорим нашему собеседнику Дмитрий Павлов Торгово-промышленный палат Пушкинского района В недавнем прошлом Кандидат Депутаты Госдумы Человек, который там живет И знает ситуацию И слышит голоса людей Одним из первых До того, как они На площадь пролетарской диктатуры Долетают Спасибо вам большое, Дмитрий Всего доброго Спасибо, да Всего доброго Мы же двигаемся дальше И звоним следующим Нашим, собственно, очевидцам Тем людям, которые Так или иначе Знакомы с ситуацией В поселке Славянка И схожих частях Пушкинского района Потому что там Таких ситуаций Звонит координатного движения Гражданин Пушкин Александр Беляев Его зовут Оля Как ты говорил В самом начале Уже на эту идею Про электрички Есть негативная реакция Не то слово Вот местные жители Говорят, что Все плохо будет Что наоборот Если это, не дай бог Сделают РЖД проклянут Потому что места в электричках И их частоты движения Более чем хватает Но никого не волнует То, что 30-40 минут Можно утром Простоять на переезде Из-за того, что РЖД пускает товарники Между электричками И пассажирскими поездами То есть будет хуже Говорит он Александр Беляев Координат движения Гражданин Пушкин У нас на связи Здравствуйте, Александр Слышите ли вы нас? Да, здравствуйте Вы у нас проходите Под тегом Тот самый активист Который всю эту историю В том числе эту В том числе сейчас Приподнял И чиновникам Она стала виднее Первый вопрос У меня к вам простой Вы готовы Через Дмитрия Павлова Который только что У нас был в эфире Торгово-промышленная палата Собственно, ваш земляк Кандидат в депутат Госдумы В недавнем прошлом Работать И общаться с чиновниками Дмитрий сказал Что он готов быть Посредником Между властью И населением Да, Дмитрий Мы хорошо знакомы И сотрудничаем Периодически Через ту же Торгово-промышленную палату Единственное Я уточню Что он не был Депутатом государства Не-не-не Он был кандидатом Депутатом Кандидатом Вот Но мы готовы Работать всегда И со всеми Собственно Наша задача Решать проблемы А не просто Там ругать власть И закидывать их камнями Но Большая проблема В том Что власть нас слышит Очень каким-то Странным образом То есть Она вроде Открывает одно ухо Из другого А изо рта Вылетает Нечто иное Потому что То что сейчас Предложили С увеличением Электричек Это Мало Малорадостная новость Для всех жителей Пушкина и Славянки Сейчас объясню почему Потому что Для пешеходов Это конечно прекрасно Которые идут Вот я живу рядом с вокзалом Мне попасть на электричку Да Там Подождать ее Теперь там Не 15 минут А меньше Будет наверное В кайф И отлично Сел и поехал Но Водителям Легкового автокранспорта Придется просто Ну я не знаю Продавать свою машину Иначе никак Потому что ПЕС будет постоянно Стоять Он будет просто Закрыт намертво И навечно Из-за Постоянных Электричек И соответственно Даже жители Которые Славянки Там На общественном Транспорте Или как-то Будут пытаться Добираться Через Колпинское Шоссе До Вокзала Они будут Стоять в пробках Все равно Вместе со Всеми остальными Но смотрите Эта история Уже не очень актуальна Потому что Сегодня мы получили Запорадовицу Губернатора Игоря Албина Кстати вы знаете Кто это Вы встречались с ним Как вы можете Оценить его вклад В развитие Той же Славянки В развитие чего Как там В известном мультике События В развитии Ситуации Я не знаю Решение проблем Вы знаете Что Албин этим занимается Скажите Я честно говоря Дважды Был на встречах На встречах С Игорем Албином В 2015 году И в том году Мне казалось Что Вице-губернатор Действительно Настроен на работу С общественностью Вроде Раздавались Громкие обещания Постоянные встречи В итоге Все эти постоянные встречи Свелись к нулю Он делал Постоянно Выезды в районы И вот Последним районом В ноябре Того года Должен был Стать Пушкинский район Еще год назад Он в итоге В него и не приехал Вот И До мистера Албина Уже давно Не достучаться И собственно Как-то Его попытки Решать проблем Как Шушар Так и Славянки Меня вызывают Ну Если не смех То скорее Даже больше раздражения Вы просто Последний пресс-релиз Не видели Оля Ну да Тут очень много мер Которые Предполагаются Ну вот Например Да Сейчас Секунду Очень много Значит Первое Что планируется Значит По строительству Объектов Уличнодорожной Сети В этой части города Подключение Северской улицы К транспортной Развязке На пересечении Скоростной платной Автомобильной дороги И Колпинского шоссе Например Это первый пункт Да Первый пункт Я объясню просто Суть того О чем говорится Колпинское шоссе Сейчас попросту Поднимают Над будущей Трассой М11 Вот Всего того Что М11 Решили Повезти По низу Вот Эту скоростную Платную автотрассу Колпинское шоссе Вынужденно Поднимают И Просто Съезд из Колпинского шоссе Будет на улицу Северскую Что в этом Какого-то Что это решит Вообще В принципе С точки зрения Транспортной доступности Абсолютно Не ясно Там есть второй пункт Подождите Сразу после этого Ведет строительство Продолжение шоссе Подбельского На участке От рубежной дороги До южной широтной магистрали Сразу после этого Строительство Транспортной развязки На пересечении Южной широтной магистрали И железнодорожной линии Витебского направления И потом Да-да-да-да То есть Это вы все уже знаете Это не новость для вас Вот это все Прекрасные Прекрасные Тоже Сказочные варианты И безусловно Все Все что описано Оно описано Хорошо и разумно Только один вопрос А у нас Южная широтная магистраль Уже построена Нет Это южной широтной магистрали До сих пор Нет даже В проекте Она Запланирована В генплане Еще в 2005 году И с 2005 года Ее Проектирование Строительства Не сдвинулось Ни на шаг Еще раз Александр То есть То что сейчас происходит Это получается Некая реакция Чтобы успокоить Возмущенных И не более того То есть Вы не доверяете Тем планам Которые Озвучены официально Человеком Который Замещает Если в отпуске Или приболел губернатор Первое лицо В городе Вы понимаете После этого Он дает поручение Всевозможным Подчиненным Чтобы как-то Все это прорабатывать И вы нам говорите Что вы Все это воспринимаете Как Принцип работы Вице-губернатора Албина Извините Я приведу пример Он недавно Также встречался С жителями Шушар Он встречался С жителями Шушар О чем написал В своем титере Только вот Жители Шушар С ним встречались Видимо Только во сне Потому что Был ряд встреч Подготовочных К встрече С вице-губернатором Албином В итоге На этой финальной встрече Самого Албина Не было Что вы говорите При этом в титере Он красиво Отчитался о том Что встретился С жителями Вот давайте Александр Мы прямо сейчас Поймем Как нам эту ситуацию Править Видите Вы критикуете То что нам приходит В качестве фактов Мы ему же поверили А теперь задумались Делать ты что с этим Вот есть Дмитрий Павлов С одной стороны Человек Торгово-промышленной палаты Вот есть вы Вот есть Албин На площади Прилитарской диктатуры Кому Когда Где И как Надо разговаривать Встречаться Чтобы на самом деле Ситуацию решать Встречаться Можно где угодно Хоть на Как вы сказали На этой диктатуре У пропелей Можно Слово Слово конечно Не очень хорошее Но это название такое Не переименовали пока Проще на самом деле И лучше Если бы господин Албин Начал приезжать В Пушкинский район Как это делал Например Вице-губернатор Оганесян После митинга В Шушарах В 2014 году Когда Жители Очень Довольно жестко Заявили О своих проблемах Транспортных Социальных И вице-губернатор Оганесян Своим Таким Твердым решением Ему кулаком По столу Сказал что Мы вводим Мораторий на застройку В Шушарах Для решения Инфраструктурных проблем Приехал лично И в Шушары И в Линд Советовский Надавал табаков Застройщикам И сказал что Ребята Стройте сначала Школы, сады Потом дороги Потом все остальное Мы вам будем выдавать Как планы И все послушались Бывшего вице-губернатора Оганесян Я не уверен Что Албину Захочется повторять Путь Выше названной Персоны Понимаю что Садиться никто не хочет Вот Хотя как говорил Дмитрий Александрович Пигов Мой любимый поэт Садиться не хочется А надо Ну в смысле Садиться за идею Не хочется А надо Так Вот Дело в том Что повторять Путь не нужно Но как минимум Чтобы обладать Информацией реальной О том что происходит В районе Нужно в него приехать Нужно посмотреть Пообщаться С местным активом То есть погодите Александр Мы вот прямо сейчас Формулируем таким образом Да Жители района Устами гражданина Пушкина Ну точнее координатора Это движение Александра Белеева Зовут вице-губернатора Альбина к себе Чтобы показать Что там происходит Да На выездное совещание Он должен был приехать На выезд Еще год назад В Пушкинский район Он не приехал на него Он должен Он вполне себе Мог бы устроить встречу С жителями Славянки Приехать в Славянку Посмотреть что там И как И к чему Увидеть Колпинское шоссе Московское Перенезда Увидеть вот это все Воочию Да Особенно в часы Пробок Вот у нас сейчас Жители Славянки Очень часто пишут Что А давайте-ка Представители Смольного Дадим им квартиру Славянки И посмотрим Как они себя Будут прекрасно чувствовать Возможно тогда Наши вопросы Начнут Дешаться быстрее Потому что Им там В Смольном Конечно Все очень виднее Но пока Все основные Транспортные решения По нашему району Они почему-то Играют С ним в нашу пользу И вот даже весной Когда мы встречались С администрацией района Вот именно мы Представители Гражданина Пушкина В рамках такого Взаимодействия Сообщественными Нам ясно было Дано понять Что в ближайшие годы Бюджет Города На Пушкинский район На строительство Новых дорог И так далее Он исчерпан То есть вот построили Развязку Лучшего форума Реконструировали Петербургское шоссе Там Геодук И так далее Сделали Через железнодорожные пяти Вот уже это Сожрала часть бюджета Сейчас они сделали Развязки На Московском шоссе Чтобы избавиться От перекрестка С Колпинской Но это все Грубо говоря Для нас Для жителей Это не сыграло Прямо катастрофической роли То есть Это все полумеры А основные меры Они стоят Гораздо дороже И эти основные меры До сих пор не реализовываются Вот даже в этом пресс-релизе Про который вы говорите Есть ключевой момент То есть вы знакомы С этим текстом Вы нам сначала Стали про электрички Рассказывать А этот-то текст был свежее А электрички уже не актуальны В смысле? Ну когда мы говорили Про то, что власти предлагают Мне казалось Что вы не видели пресс-релиз Тот, о котором Нет, я видел Бегло очень пресс-релиз Я видел, что там Просто я сначала читал Статью Радио Балтики Про электричку Ну да Печки зацепились А потом я посмотрел Пресс-релиз Где начинается Расписываться Про автобусы То есть вы в курсе Ага Так, завершайте мысль Я вас перебил Да, и конструкцию Колпинского шоссе И так далее Реконструкцию Колпинского шоссе Мы прекрасно в курсе И то, что они написали В этом нет еще нового Эту информацию Мы еще имели Еще год назад О том, что Во-первых Проектирование Реконструкции Колпинского шоссе Что это такое? Решение до четырех полос От улицы Промышленной До Московского шоссе То есть исключительно Вдоль Сварянки Они планируют Расширить Колпинское шоссе До четырех полос Это прекрасно Но, во-первых Только проектирование Изыскальской работы По их планам Это только по их планам Которые они опять же Озвучили Хотя эти планы Озвучивались При конструкции Уже каждый год Эти сроки переносились То есть получается Ничего нового нету А? По факту Ничего нового нету В этом пресс-релизе К примеру Ну как сказать Новое это то, что Они там пишут То, что там Подбельское Соединят с этим И так далее Это в принципе Это даже писать не нужно Это очевидно Что это будет происходить Но только в том случае Когда будут Построены новые объекты А сейчас В существующей сети В существующей ситуации Ничего нового Не произойдет Александр Александр Будем надеяться Будем надеяться Что реагировать Будут не только В режиме пресс-релизов Не только перед Новым годом Не только потому Что все возмутились Потому что стали въезжать А действительно Проблема будет решаться Всех благ Жителям района От Фонтанков Пламенный привет Мы с вами Спасибо Всего доброго Пока Все в офисе Кстати На совещании В общем-то Том самом Том самом Да Котором мы говорили Все это о славянке Друзья мои Напоминаем Вдруг чиновники Озаботились Что людям Не выехать Не въехать Да И они стали Предлагать разные варианты Долгосрочные Которые Как мы сейчас Выясняем Практически невыполнимы Потому что Невыполнимы Дополнительные Какие-то вещи Вот Но тут еще у нас Что Неотложные Всякие меры Стали принимать Ну вот например В целях Улучшения Транспортного Обслуживания Микрорайона Славянка С 9 ноября Ну это давно уже Правда Усилены Автобусные Маршруты Вот То есть Соответственно Например До 15 8 14 Единиц Три маршрута Вот Одна дополнительная Единица Добавлена В часы пик Сокращены Интервалы Движения С 20 минут До 10 15 Ну уже 5 минут Это по-моему Уже Успех Вот И изменена Трасса Автобусного Маршрута 294 То есть Какие-то Экстренные Меры Тоже предпринимаются Ну по крайней мере Нам рассказывают Об этом Насколько все это Действительно Вы слышали Реакцию Живущих В этом районе А рассказывает Нам об этом Заместитель Первый заместитель Председателя Комитета по транспорту Елена Осенцева Вот У нас простой вопрос К нашему постоянному эксперту Который про жизнь Строительства в этом городе Знает пожалуй Все Шеф-редактор Еженедельника Недвижимости строительства В Петербурге Дмитрий Синочкин У нас на связи Здравствуйте Дмитрий Как у нас слышите? Здравствуйте Слышу Хорошо В студии Фонтанков Ольга Маркина Николай Нелюбин Объясните нам пожалуйста Почему вдруг Албин про славянку Заговорил Пресс-релизы какие-то Пошли Всех успокаивают Что случилось? Да Собственно Ничего не случилось Это хроническое заболевание Всех новых кварталов Практически без исключения Во всех новых кварталах Что в городе Что в пригородной зоне Социалка И транспортные связности Отстают От темпов Жилищного строительства И по мере заселения квартала Эти проблемы становятся Критические Народ начинает бузить Выходить на митниги Перекрывать трассы И становится заметным Для власти Хотя конечно Проблема была очевидна Еще на стадии страны У славянки Такое вот полурешение Принято там Увеличить количество электричек Да Наверное это благо Потому что Всякие транспортные обходы Красного села Это дело Даже не завтрашнее А послезавтрашнее Еще Ну еще возможность Там Для коррекциевого транспорта Опять таки Не сегодня Все это будет решаться Ну что-то жители-то недовольны Дополнительное количество Электричек Даже очень недовольны Говорят на переезде Дольше стоять будут Каких жителей мы туда заселим Чтобы довольны были Как на самом деле Эту ситуацию разруливать Скажите пожалуйста Одно из другого не бывает Понимаете Если электричек больше Значит на переезде Будут чаще стоять Естественно Если увеличить транспортный поток Чисто автомобиль Иначе надо расширять Там действующие трассы Тоже будет Не слава богу Там все непосредственные вещи Если бы Если бы В слагательном наклонении Социальные объекты строили Ну хотя бы там Одновременно С жилыми И в водиле Одновременно Меньше маршрутов Было бы У жителей Славянки Обязательных маршрутов Сейчас ведь треть Этого самого транспортного потока Треть людей Которые едут Это утром Детей в советской школе Дмитрий Собственно у меня Простой вопрос А возможно ли Как-то постфактум Вот сейчас Понастроили Предположим Новых домов Там в Шушарах В Славянке А возможно ли Сейчас уже Эту проблему-то решить Наверное раньше Надо было решать Получается что Как бы не решали ее Она не решится Да нет Понимаете У нас идет Перетягивание канатов В таком В регулярном режиме Когда он перетрется То уже что будет Когда он перетрется Пару лет назад Город решил сообщить Социалку Должен подводить Застройщиков Естественно Застройщики Как могли От этой чести Отбояривались Потом возникают Проблемы Даже если построил Застройщиков Самые социальные объекты Их надо принимать В эксплуатацию Их надо Ставить на баланс Их надо Заполнять кадрами И как-то вводить Это тоже Не вдруг все получается То же самое С дорогами На многих новых кварталах Для дороги построены Ему не цепало Совершенно И не горят Желанием Брать Северный баланс А служить Чисто Сегафор Идет Ну Лишняя Главная боль А бизнес Тоже подошел К точке Безубыточности К точке Когда себестоимость Продажная цена Практически Сравнялись И каждая новая Нагрузка Социальная Или транспортная Или Ставят Вопрос Возможность Продавать По новой цене Ну С учетом Новых дополнительных Рублей На социальные И транспортные Нужбы Которые Закладывают Все равно Это стоимость Квадратный момент Все равно Это дольше Вы нам скажите По простому Вот сейчас В Смольном В очередной раз Нам рассказали Присылали пресс-релиз На скольких там Страницах Трех по-моему Там план действий Как они все это Будут разруливать Местные жители Говорят Пока они сами К нам не приедут Все это бессмыслится Вы что думаете Об этом Дмитрий Действительно Можно как-то Это разрулить Или это все После нового года Забудется Как страшный сон Предновогодний Эти проблемы Невозможно Разрулить В пожарном режиме Даже если Губернатор Албин Сделал себе кабинет Сладел А было бы неплохо Если бы он там Сидел кабинет Ну тогда его Кварировать надо Понимаете Вроде много объектов Где ему стоило бы Погодите Стадионом говорят Вроде как все Оттуда можно В принципе переезжать Ну да Теперь Славянку Ну почему нет Его там ждут Нам в прямом эфире Об этом сказали Наши местные Местные жители В нашем эфире Оттуда нам сказали Александр Беляев Например Кажданин Пушкин Не решаются Ни за месяц Ни за два А решаются Только довольно сложным Комплексом мер Которые прежде всего Нужны деньги Последний вопрос Дмитрий Мы не будем вас Долго отвлекать И не можем вас Долго отвлекать Такие точки на карте Еще возникнут Чего ждем в будущем Или все Ситуация уже Осталась в прошлом Вот это дикое Такое застраивание Не думая Ни о чем Ни про какие Инфраструктурные проекты И транспортные развязки Осталась в прошлом Да Эта ситуация Будет возникать И усиливаться Напряжение Естественно В районе Северной долины В этой выездной части Эта ситуация Будет возникать В районе Паргулова Обязательно Если про городские Порталы То же самое Будет в районе Бугры Мурина Новодевятки По экспоненте И дикая застройка Она Остановлена В плане выдачи Новых разрешений Да Когда кварталы 25 этажек Подавались Муниципалитетам Бездумно Но то что начат Оно достраивает И очень редкий Застройщик Можно привести Там ладно Группу ЛСР Сначала думает О транспортной связности Там договаривается О линии трамвая Там Нового квартала Ржевка А потом приступает С строительством Тоже не от хорошей жизни Но по крайней мере Эти вещи Одновременно происходят Эти проблемы Будут только Усугубляться В ближайшие 2-3 года То есть вы нам назвали Сколько? 4-5 объектов Клонов Албина Если продолжать Вашу мысль Нужно 4-5 Вы знаете Когда Руководитель В пожарном порядке Делает Выездной кабинет На одном объекте Это он расписывается Собственно Некомпетент Это ваша точка зрения Дмитрий Да Разумеется И спасибо вам большое За нее За то что вы Безотказно Всегда Озвучиваете В прямом эфире В данном случае Интернет канал Фонтанка Дмитрий Синочкин Шеф-редактор Ежедневника Недвижимости Строительства Петербурга И вот такой Пессимистичный взгляд На всю эту красоту Реалистичный Реалистичный Хорошо Договорились Да Этот термин нам больше нравится Спасибо Всех благ